Здравствуйте, это программа репортера и я Алексей Коноплёв. Возле одного из домов по улице Аврора в Самаре провалился грунт. 27 человек в экстренном порядке эвакуировали. Где разместили людей и как сейчас обстоят дела репортер с места чрезвычайного происшествия? Раскладушки, электрический чайник и пара свежих плюшек. Пока придется так, зато чисто, тепло и в комфорте. Теперь так выглядит один из кабинетов 18-й Самарской школы. Этот самый кабинет на ночь стал гостеприимным ночлегом для жителей дома по адресу Авроры 20. Началась паника, все люди бегали, последние вещи хватались. Было очень страшно, потому что сказали, что дом в любой момент может рухнуть вниз. В четверг рабочий день в разгаре. Многие с утра закрыли квартиры и ушли по делам. Татьяна Иванова, мать четырех детей, одна из тех, кто в этот момент находился в доме. Около полудня женщина услышала жуткий треск, ощущение, что земля стала уходить из-под ног. Она быстро собрала детей, выбежала на улицу и увидела огромную яму. Грунт дома дал глубокую трещину. Вот у нас прям видно, вот смотрите, у нас потолок отдельно. Все, стена отдельно. На место сразу же выезжают сотрудники областного МЧС. Полиция и коммунальщики специалисты констатируют, провал составляет 4 квадратных метра и уходит в глубину на 15 метров. Есть угроза обрушения здания. Находиться в нем категорически запрещено. В 16 часов было произведено отключение от газоснабжения. Сейчас будет произведено отключение от электроснабжения. Эти мероприятия необходимо выполнить с целью безопасности до окончания работы. Потому что сейчас у нас наблюдается весенняя погода, оттаивание грунта и, возможно, различные ситуации. Территорию огораживают, жильцов в срочном порядке эвакуируют, просят взять документы, деньги и вещи на первое время. Неизвестно, когда они вернутся сюда и вернутся ли вообще. Я была на работе, мне звонит мама, говорит о том, что дом расселяют сегодня. Короче, нужно срочно выезжать и все вещи вытаскивать, как можно больше вытащить всего. Многодетная мать Татьяна Иванова тем временем отказывается от эвакуации. Объясняет, что дети испытали шок, сейчас их заберет бабушка. Женщина боится оставить все нажитое непосильным трудом. В ситуации с провалом грунта она не видит ничего необычного. Дом уже давно трещит по швам. Установишь, месяц проходит, опять надо подкладывать, устанавливать. Вот, дверки на шкафу падают постоянно. То есть уходят у нас палы капитальные. Не говоря уж, там мышки ходят. Вот у нас под батареями все лопается. Татьяна не поддается никаким уговорам. Ее пугают перспективы, но она остается в квартире. Другие жильцы соглашаются уехать. В доме проживают 27 человек, в том числе 5 детей. За внезапным побегом наблюдают соседи из других домов. Они утверждают, что у них аналогичная ситуация. Весь район на грани провала. У нас дом отошел. Вот прям вот угол ушел. К квартире вообще безобразие. К месту ЧП свозят камазы с грунтом. Яму будут засыпать. Жильцы многострадального дома разъезжаются по родственникам. Тем, кому идти некуда, отправляются в ближайшую школу. Там организовали эвакуационный пункт. Имеется горячее питание, полностью обеспечено комплектом белья, постельными принадлежностями. Пока у нас поступила заявка от пяти жителей. В течение ближайшего времени судьба жильцов и их дома будет решена, готовы ли здание к заселению, должна решить экспертная комиссия. Пока на месте организовано дежурство оперативных служб. Мы будем следить за развитием событий и обязательно все вам расскажем. Это все на сегодня. До новых встреч. Я напоминаю, что все выпуски программы вы можете посмотреть на сайте телерадиокомпании «Губерния».